Телеканал КРТ представляет Добрый день Дима Интересный вопрос, я думаю, будет вам тоже касательно того Мы же понимаем, что когда у нас называют слово реформа Значит будут либо обманывать, либо грабить, либо еще что-то И у нас также прошла реформа судов, реформа прокуратуры Но фактически реформа заключается в том, что юридическое лицо, условно суд Меняют на другое юридическое лицо, то же самое суд Ну да, был Верховный суд Украины, стал просто Верховный суд Да, то есть фактически заменой табличек сменяют еще и кадры То есть фактически, я так полагаю, что законно их уволить очень тяжело по закону Но с учетом того, что по закону тяжело уволить У нас просто словом реформа называют процесс по постановке своих кадров И в прокуратуру, и в судебную ветку власти Расскажите более детально, вы же видели реформу Порошенковскую Что сделалось с судами, как комиссии Кто там решал, кто там судья хороший, кто плохой Кто прошел, кто не прошел Объясните, пожалуйста, что значат эти слова реформа прокуратуры, реформа судов И что это в конечном итоге означает для обычных людей Потому что люди-то понимают, что это обман А вот вы, как человек, сталкивающийся с этой системой регулярно Я думаю, что очень будет познавательно, чтобы люди понимали, что происходит Дим, отдаю вам должное Вы задали интересную тему беседы Она глубокая, естественно, формат Сколько там у нас передачи, мы не войдем Но хотя бы даже поможем нашим людям, нашим гражданам Налогоплательщикам, которые содержат всю эту систему Поможем хоть как-то в чем-то Ну, первое, что я хочу и призываю Читать Как можно больше читать Сейчас гражданское общество настолько далеко продвинулось У нас у каждого и есть вот эти штуки Не будем делать рекламу, называть какие И здесь все есть И в социальной сети работают Та же партия Зеленского Никто о ней не знал Ну, посмотрите, какой процент Все, о власти мы говорить не будем Будем говорить о судебной власти Это тоже, кстати, ветвь власти Независимая По закону она, да Она же делая, независимая Да, да Как, знаете, еще Маккевелли в своем труде Государство Государь о государстве Он говорил и унаследовали все правильные демократии А не автократии Унаследовали о том, что система власти должна иметь Систему сдержек и противовеса Вот уже тавтология, говорю, система-система Сдержек и противовеса Что значит? Четко распределение властей Законодательное, судебное, исполнительное Теоретики Изучающие общество Говорят о том, что есть еще четвертая власть Информационная И мы видим понятие кибервоин И мы видим влияние средств массовой информации В том числе телевидение И я думаю, теоретики правы Все-таки, наверное, будут научные труды, научное изыскание И информационная власть Она не даюре в Конституции А де-факто она существует Отдаю должное Но опять же, если брать конкретно судей То вот словом реформы Что делают наши властимущие Каждый раз, когда приходят к власти Так любая власть всегда старалась Подчинить себе судебную власть Всем удобно иметь независимую Вернее независимую Это я оговорился Ручную судебную власть Доходило вплоть до того, что Не буду называть фамилию Председатель суда Одного центрального суда Он был мой коллега по парламенту Ну, может быть, многие догадались Но, во всяком случае, с моих уст это не прозвучит Рассказывал о том, что у него в кабинете Был правительственный телефон Ну, то есть, сотка Вы представляете, зачем председателю суда Независимому, который должен служить Фемиде Она же с повязкой на глазах Зачем ему правительственный телефон? Ну, естественно, с первой приемной А может быть, даже и от первого лица Не знаю Ну, кстати, он говорил, что первое лицо не звонило Ну, то есть, по сути, инструкции Ну, да, естественно Того-то так принять решение Того-то так Того-то отправить Того-то помиловать К сожалению, да И, знаете, вот эти попытки Вы правильно говорите Попытки Это не реформы Это попытки Оправдаться перед донорами Перед спонсорами Перед МВФ Я не знаю, перед кем они еще хотят оправдываться Эти горе реформаторы Которые, слава богу, уже ушли на свалку истории Не все Не все Некоторые остались Вот это вы правильно заметили Некоторые остались Все пытались Поменять фасад Как в том анекдоте Вы не кроватки меняете А субъектов меняете Так и здесь Офис генерального прокурора Уже у нас среди юристов говорили так ОГПУ Офис генерального прокурора Украины Не хватало еще ВЧК НКВД КГБ На самом деле Будет называться он генеральный прокурор Украины Или офис генерального прокурора Важно какие законы Он не субъект законодательной инициативы Кстати Важно какие законы Он будет писать Подавать предложения А уже поскольку Его избирал парламент Он имеет право к ним обращаться И любой депутат в порядке Своей законодательной инициативы Потому что он Субъект законодательной инициативы Должен носить законы И неплохо когда там есть депутаты и юристы Понимающие К сожалению Вот по сегодняшнему парламенту Я вижу что Даже некоторых лично знаю Юристов которые там есть Они не активны Или им не дают донести Свою нормальную инициативу В порядке реформирования Или все таки Наверное какие то Там больше политики Там фракции делятся Вернее Не то что даже делятся Они борются Больше так сказать За политику А не думая о народах О потребителях Если даже взять прокуратуру Центральную Альфа и омега Правоохранительные системы На данном случае У нас сейчас так Именно без прокуратуры Ничего не решится Ну так и должно быть Прокуратура это подзорный орган Если мы сейчас возьмем Сейчас была генеральная прокуратура Сейчас офис генерального прокурора Сменили табличку Сменили название Фактически все Как были в тех зданиях Так и остались Но они же затеяли Получается С вот этим изменением Таблички Изменение еще В составе прокурорском И получается Сейчас каждый прокурор Если я не ошибаюсь Вы меня поправьте Должен пройти Некое оценивание И вот это оценивание Будет решать А будет ли он работать В новой прокуратуре Вернее офисе Офисе генерального прокурора Или не будет Ну то есть получается Что вот если вот Делать по закону Ну это повод Если бы например Это не менять название Юридически Тогда я так полагаю По закону Нельзя этого сделать Они просто поменяли название Мол мы уже другая организация На бумаге Поэтому мы сейчас будем решать Кто из прокуроров останется А кто нет Да организационно Это дает право К оптимизации Например там сократить отделы Я четко знаю Как из своего опыта Работать должны те Которые прошли все ступени В прокуратуре Даже в свое время Когда я имел честь Работать когда-то В этом органе В Донецкой областной прокуратуре При нормальных прокурорах Призывали на работу Тех кто прошел все инстанции Все ступени От следователя До помощника прокурора До прокурора надзорного отдела До начальника отдела Заместителя прокурора И так дальше И понимаете Вот эта система Она работала Прокуратура Очень справедливый орган В каком плане Поскольку надзорность Была я так понимаю Надзорность Да была Была Совершенно правильно Сейчас функции урезались И в конституции Отнесли Даже европейцы считают Что она должна войти В систему Министерства юстиции Хотя это неправильно С этим можно спорить Но это тоже Отдельный теоретический спор Переходный период То где сейчас Находится наша экономика Переходный период Рождает свои Генерирует Вернее свои Какие-то потребности На которые нужно Реагировать законодателю Убрав надзорную функцию Прокуратуры Да Не мог прокурор Везде Тот же Тот же понятие Общего надзора Не мог прокурор Проверять Например торговлю Не его Это функция А с другой стороны Убрав общий надзор Лишили обычного гражданина Пенсионера Право на защиту Возьмем такой Банальный пример Люди Которые не могут Обратиться За квалифицированной Правовой помощью Потому что она Платная у адвокатов Они Лишаются квартир И зачастую Выстраивается Цепочка Исполнителей Где к сожалению Покрываются И полицией В том числе Случай по Белой церкви Там участник был Организованной Этой злочинной группы Организованной Злочинного группования Кто кажут На державне мое Там был работник полиции Нотариус Я хотел избежать Этого слова Но видимо Его придется применить Мафия Вот такая Правоохранительная мафия Черный нотариус Находили пенсионеров Те же Полицейские Которые Выписывают Паспорта Документы Это их функция И в результате Пенсионер Лишался квартиры Дойти ему в суд Подать иск Признать недействительную Сделку купли-продажи Он даже не понимает Что это Он даже не понимает Как иск написать А в советское время Да даже и В то нормальное время развития Он бы мог прийти К прокурору На прием подать жалобу И прокурор в порядке надзора Вносил протест Сейчас отменили Это уже протест Сейчас прокурор Равный участник процесса Вместе с защитой То есть Змагальность Как это Соревнование Состязательность процесса Состязательность процесса Она у нас Нивелирована в том Что и прокурор И защитник Равны в процессе А вот еще такой вопрос А вот сейчас Велик валифоценивание Для прокуроров А судей кто? Да действительно Кто создавал Кто разрабатывал эти тесты Тесты это полбеды Вопрос Я так понимаю Люди в первую очередь Которые решают Кто там прошел эти тесты Кто не прошел Ну то есть Интересный еще момент Что вот у нас же Очень сильно влияние Из-за границы И у нас очень часто Говорят про грантовские Организации А не могло ли так случиться Что у нас Вот эти Квалифоценивания Как раз вот и Задействованы в этом Оценивании Представители Всевозможных Грантовских организаций Которые получали деньги Из-за границы И фактически занимаются Лоббированием Из-за границы Интересов чужих стран И конечно же Это в прокуратуре В первую очередь Надо делать И фактически Мы наблюдаем ситуацию Когда уже Опасность Для государства Если у нас Будет блокирована Всевозможными Заграничными персонажами Работа прокуратуры Потому что у нас Тогда смогут Фактически Без каких-либо Ограничений На территории Украины Под прикрытием Получается Генеральной прокуратуры Делают что хотят Любой бизнес И так далее Они будут нарушать закон И будут знать Что их никто За это Не накажет Потому что В прокуратуре Там сидит Вася Пупкин Которого назначили Вот эта Ковылев комиссия Которая состояла Из персонажей Грантовских И он им обязан И они именно Эту кандидатуру Лоббировали На должность Прокурора Какой-то области Или еще куда-то То есть Как с этим быть И какая там ситуация Или может я дую на воду Вы меня сориентируете Вы очень хорошо информированы Вы общаетесь Как журналист С людьми Вы знаете Нужные запросы Этого общества Очень правильно Простой Иллюстративный пример Господин Которого отправили В отставку Генеральный прокурор Ну уже можно говорить Фамилию Руслан Рябошапко Перед тем Как идти в парламент Что он разместил В социальных сетях У себя Везде Встречу с послами Ну какое отношение Послы Имеют К прокуратуре Какое Если запрещено Вообще Законами Международными конвенциями Запрещено вмешательство Во внутренние дела Государства Ну никакого не имеют Нет же Вышла фотография Он что тем самым Хотел Учинить какое-то давление Или призвать Кого-то К чему-то Он по-моему Сам не понимал Что делал Этим самым Он себе Сослужил Похуй Службу Что он генеральный прокурор Да Вот скорее всего Он не понял У него нет Ни следственного опыта Ни оперативного опыта Работы Ни процессального Не было Да он может быть Неплохой юрист Вот на уровне Где он там работал В министерстве юстиции Директором департамента Еще при мне Когда я работал Он неплохой парень Неплохой юрист Ну вот там бы он и оставался В результате Я не знаю Как определили И не хочу развешивать Ярлыков Так называемая Соросята Вот есть группа людей Которые существуют И живут на гранты Вот у них Первая запись Трудовой книжки Какой-то там Общественный деятель Активист И вы обратите внимание Мне когда-то В парламенте Руководитель аппарата Валентин Зайчук Хороший такой Мудрый Мудрый профессионал Он к сожалению Его уже Порубец Отправил в отставку На пенсию Хотя Валентин Зайчук Был очень эффективный Руководитель аппарата Верховного совета Он мне говорит Валера Не поверишь Трудовые книжки Но они же видели Все трудовые книжки Депутата У того парламента Которая на волне Майдана пришла Первая запись Была Верховный совет Человеку под 40 лет А у него первая запись Трудовой книжки То есть Говоря экономическим языком Он не платил налоги Он не участвовал В социальной функции державы То есть словили безработного И сразу на должность Все это гранты Это кэш Это черный нал Откуда у них Я был в парламенте У меня нет ни дачи Ни дома У меня есть только Мое честное имя И это многие знают Он мне не нужен Зачем? Потому что я шел Я прожил Очень достаточно интересную И сложную жизнь Об этом мы потом поговорим Уже приблизительно К вирусу К экономике И прочее И я этим дорожу И у нас даже во фракции Когда я был Были и герои Украины И герой Советского Союза Соцтруда Ефим Звигильский Дважды герой У нас были уникальные люди У нас действительно была Возможность Что-то принимать И вот те законы Которые принимали По инерции Они еще работали Что страна не скатилась в кризис А вот почему С вашей точки зрения Тогда вот эти вот Всевозможные Захроничные организации Которые косвенно Или напрямую Влезали в дела Наши украинские Внутренние Почему тогда Вот все эти годы Спецслужбы Они не занимались Расследованием В отношении Их деятельности Почему там Не было ни одного Подозрения Почему не было Никакой реакции Чтобы этот негативный Процесс остановить Потому что У нас же много Президентов было Там и Кравчук И Куч Моя Ющенко И Янукович Все И вот никто Из них Фактически Не остановил Этот процесс Когда У нас сформировали Целый прям Пласт Вот этой вот Грантовской элиты Которая отрабатывает Нас заграничные интересы А мы сейчас По сути Разгребаем Вот именно Вот эти проблемы Потому что Если бы тогда С ними решали Сейчас мы бы Не наблюдали Такое засилие Когда власть Вроде и что-то хочет Но То ли не может То ли желания нет То ли что И на каждой Скорее всего Это комплекс И не может И нет желания И на каждой Второй должности Находится какой-то Персонаж Агент влияния Куторого Первая работа В государстве А до этого Он безработным Был Условно Он агент влияния И получал деньги За границу То есть У меня вопрос А существовало ли Вообще В годы независимости У нас Служба безопасности Украины Я уже молчу За мое О своем примере Да Я только хотел сказать До 2015 года Я хочу понять До 2015 года А существовала ли она вообще Ну давайте Вам не скромно Ответить Я отвечу По вашему примеру Вы для меня Интересный человек Потому что Вы действительно Правозащитник Человек который Незаконно был А я знаю И уверен Что это незаконно Что такое Служба безопасности Украины Это специальный Как по закону Я приблизительно Не помню Но дословно Я говорю Я отвечаю За свои слова Специальный Специальный Орган С правоохранительными Функциями Вот что-то Нечто такое Симбиоз Своя разведка Контрразведка Свой изолятор Разделены Функции Это же их агентура Мы это знаем Даже по вашему примеру Любой процесс Им не нравится суд Сразу же По звонку СБУ Приходят Люди Которых они В свое время За мелкие нарушения Прикрыли Они приходят Выдают себя За участников Боевых действий Одевают Вот этот Рыбачий костюм Не хочу обижать Военных Есть понятие Камуфляж Рыбачий костюм Одевают И приходят Выдают себя За таких Родителей За правосудие И главное Судьям указывают Вы делаете так Он же преступник Его нужно судить И посадить Его нужно А какой же он преступник Ну у него же статья Так статья Судья говорит Статья же не доказана 258-я терроризм 111-я Измена на родине Так она не доказана На это суд Есть же презумпция Невиновности Нет вот мы считаем Что он там Заграта Как он и скажет Заграта Ну такая альтернативная Система контроля судей Если вдруг судья какой-то Решит Взболку Или сделать что-то не то И этим занимается Я отвечаю за свои слова По Житомиру По известному мне делу И да и по вашему делу Я знаю По 258-й части 2-й 3-й Человек переехал На территорию Украины За пенсией Его хватают Забивают обменный фонд Для обмена пленными И возбуждают дело Дела расследовать Они не умеют Экспертиза Смеется Экспертиза То дело Которое я не хочу Сейчас о нем говорить Это даже не самореклама Экспертиза Не дала ни одного заключения Они смеются У них единственное На что они продвинулись В этом они мостаки Вот здесь вот они все Контролируют Это они умеют Выдают это Создать страничку Социальной сети Сделать предскрин Да За спецконтрозведывательное мероприятие Нужно же получать В суде Допуск Санкции На эти все вещи Вот И сидят такие важные Занимаются Ну даже если взять по разделам Чем они занимаются Охраной национальной государственности Управление Ка Борьба с коррупцией Хотя на самом деле Щемят бизнес Вот А если разобраться Действительно Как они занимаются Вот я себе Как это вижу У нас Крым Неконтролируемый Есть неконтролируемые Территории Донбасса То есть Мне что-то кажется Мне что-то кажется Что вот именно это И есть результат Прогноз аналитика Где они были Прямой деятельности Прямой деятельности Прямой без деятельности Прямой без деятельности Ну или так Или эдак Можно смотреть И фактически Вот сейчас Происходят процессы Ну не сильно Которые отличались От того Что было раньше То есть Вместо того Чтобы там реально Бороться с какими-то Шпионами Террористами И всем остальным Они борются С борделями Они борются С блогерами С журналистами Ну то есть Что происходит Вообще У нас Вот с вашей точки зрения Вообще Все эти годы Независимости И до 15-го года И после И оправдывают Бюджетное финансирование Существовало ли У нас нужной безопасности Там где Нет Я думаю Ну не хочется Обижать многих Там некоторые Однокашники мои Были уже на пенсии По нашему возрасту Не хочется обижать Ну вот Понятие Настоящего чекиста То есть Ну я вам Тоже приведу Такой Обычный Бытовой Жизненный Пример Они же даже Не чекисты Чекисты Вот я говорю Понятие чекистов Уже прошло Обычный Бытовой Пример Привожу вам Я Знал Многих Работников Действительно Чекистов Нормальных Оперов Он Жигули Купил Будучи Капитаном Любой Когда-то Я в процессе У одного Судьи Пришел С налоговой Милиции Милиционер Тогда еще Не полиция Милиционер Был И Такой Хороший Судья Был В Ворошиловском Суде Донецка Ивашура Он пришел В лакированных Штиблетах Вот такой Живот Младше Нас И Начал Что-то Рассуждать Я Через суд Задал Вопрос С разрешения Суда Знаете Кем он Работал Официантом Я не хочу Обидеть Людей Этой Профессии Ну Вот Вам И Кадровость Комплектация И прочее Да Так Вот Понятие Рыцарей С холодными Руками С чистой Совестью Как Говорил Феликс Идмудович Зержинский Нивелировалось Вот На заре Распада Может быть 90 91 Год Когда Нужно Было Заниматься Когда Вытеснялись Профессионалы Вот Такими Официантами Которые Приходили Может быть Кадровая Система И кадровый Отбор Был Очень Серьезный В службу Но Почему-то Вследствие Никто Не хотел Идти Работать Все Хотели Быть Операми Понимаете Ближе К бизнесу На территории И Интересная Ситуация Мы наблюдаем Как раз Если Брать У нас В Украине Я думаю Что не только Этот процесс Он Больше Глобальный У нас Он В запущенной Форме У нас Фактически Структуры Которые Называются Государственными Они Все Переходят Больше В частный Сектор И Фактически Они Сейчас Вроде Как И Государственные Но Фактически Обслуживают Интересы Частных Лиц Что Имеют Охраня Которые Решают Чему Быть И политические И так далее То есть Мы фактически Видим Как Государственные Службы Переходят В частное Управление И там Уже Зависит Если это Условный Бизнес Тогда Рынок Спросы Предложения Там уже Завершенно Другие Законы Существуют И тогда Получается Рыночные Законы И законы Наши Украинские Криминального Кодекса Криминально Процессуального Конечно же Не Становятся На второе Место А на первое Выходят Как раз Рыночные То есть Фактически У нас Идет Такой Процесс Вот Может Я не Прав Вот Вы Меня Поправьте Что У нас И полиция И СБУ Скоро будут Просто коммерческими Организациями Которые Ну Открыли Уголовное Дело Открыли Дело Сбросили На биржу На сайте Чтобы Знаете Все честно Система Прозора И вот Тогда Кто Купит Создает общественное мнение Вырастает ценник Кто там больше заплатил За это уголовное дело Ну тот значит и получит Тот и прав И тогда уже И начинают Процесс Или был такой прокурор По фамилии Луценко Да он даже вообще не прокурор У него ни образования Нет Не может быть даже Ни ума у него нет У него есть там какая-то Общая эрудиция Хотя она должна тоже быть Общая культура Первое что он делал Он сразу где-то Писал Обнародовал Подождите Есть презумпция Ты же генеральный прокурор Нет Вот это он делал Для того чтобы шли торговаться Шли торговаться И Так вот я же говорю про то Что интересно Может им тогда Проще уже идти В этом направлении Такой ужас Который был Вот даже в сети Где-то есть моя фотография Я не имею отношения К чему-то А там А там моя фотография Я сохраняю это все Я жду Когда я его встречу Физически ему Может быть отвечу И когда-нибудь подам в суд О защите чести и достоинства Были такие случаи И они есть К сожалению Профессионала Они же нивелировали профессию Профессионала нужно Мы же с вами говорили Он должен пройти все ступени Его в системе нужно воспитывать То что сейчас делают Например Тех же даже прокуроров Которые Из Территории Временно оккупированы Из Донецка Луганской Люди потеряли все Люди остались Приехали сюда служить Служить закону Работать Они снимают квартиры Вот эта аттестация Которая была Они за свой счет Приезжали Их не размещали А вот если Опять же вернуться Немножко В коммерциализацию В принципе Силовых структур Вот даже недавно Была ситуация Как недавно Несколько лет назад Когда Аваков Решил Что Он снимает Охрану МВД С суда Если суд не примет То решение Которое ему там Захотелось Ну там Ситуация Ну вот Интересно Что получается МВД Вроде как И государственная Но вроде как И она Оказывает Услуги Суду По защите И она может Оказывать услугу А может И не оказывать Там была Кстати коллизия В законодательстве Оказывала Не милиция По моему Национальная гвардия А до этого Да До этого была милиция И получается Что Вроде как И получается Тогда уже Министр МВД Я сейчас Можно даже Уйти от фамилии Министр МВД Получается Он оказывает Государству Услугу То есть Фактически Государство ему платит И он Получается За эти деньги Значит Хочет защищает Хочет не защищает Может Если он посчитает Нужно Что например Я не хочу Оказывать услуги Например Там какому-то району Города Киева И все Значит там полиция не будет Потому что А был бы прокурором Так решили А вот как это можно Получил бы протест Предписание Вернее не протест Это акт судебного реагирования Получил бы предписание О том Что он нарушает закон Почему Милиция На каком основании Это же бюджетное финансирование На каком основании Милиция оказывает Какие-то Вернее полиция Оказывает какие-то Несвойственные услуги Их задача Общественный порядок На улице Суд Сейчас может И сам себя охранять И Есть уже у них Через судебную администрацию У них уже сейчас Даже форму Я не знаю откуда Деньги в бюджете нашли На это Может быть Бюджет кстати С коронавирусом Нужно секвестировать И направить На развитие тех отраслей Где стабилизационный фонд Тех отраслей Которые действительно В ходе Вот этой эпидемии Коронавируса Не будем нанятать панику Там где нужны Денежные средства Нет Заходишь в суд Стоит парень Видно что это уже Не полиция Определенная форма Это бюджетные затраты Смотришь на эти эмблемы Сейчас трудно В них разобраться Своя эмблема Судебная милиция То есть судебная охрана Они себя называют Не милиция Судебная охрана То есть военизированный В форме Со спецсредствами Военизированный Гражданин Который оказывает Какие-то услуги Я не спорю Может это должно быть Но гражданам Потребителям Правовых услуг Нам Гражданам Налоговпотельщикам Мы содержим налогами Эту настройку Это государство Нам нужно объяснять Нужен он Не нужен Или достаточно судебного Распорядителя Который И функция которого Не пущать Как ункер пришибеев Пущать Или не пущать А даже помочь Той бабушке Пенсионерке Которая придет с иском И право ее нарушено Она придет в суд Помочь ей подняться Слава богу Конвенционные вещи О защите прав Людей С ограниченными Физическими возможностями Сейчас Обязали их Иметь пандусы Для инвалидов Это есть В свое время В судах Не было Была комната прокуроров Не было комнаты адвокатов Сейчас слава богу Есть для работы Комната адвокатов Комната прокуроров Ну к сожалению Понимаете Тема она может быть Бесконечна И претензии мы можем Справедливые претензии Высказывать бесконечно По-моему Уровень экономического развития Такой Какой он есть И такая судебная система В том числе И прокуратура Давайте просто Если вернемся Далеко в прошлое Когда начинали строить Еще большевики И прокуратуру И прочее У них ресурсов было Гораздо меньше Чем у нас Даже сейчас Возможностей Технологических Тоже было меньше Но как-то же Не построили И если вот брать Уровень преступности То он в Советском Союзе Был значительно Нежный Значительно А если мы берем Сейчас Вроде и возможности есть Вроде и бюджетное финансирование Вроде и все есть Вроде А по факту Мы сталкиваемся с тем Что Мы даже Вот как граждане Как условно Граждане Украины Вот как вы заметили Потребители Вот этих вот Продуктов Которые производит государство Если уже Разграничивать Вот таким образом Мы понимаем Что они Некачественные Они не соответствуют Тому стандарту Который Не то что там является Мировой Который просто является Теоретически нормальным Для восприятия Что вот С вашей точки зрения Можно здесь делать То есть нужно Вводить условно Тройки Как это делали тогда И расстреливать За сутки же двое Или например что Или тогда просто Открыть биржу Прозора уголовных дел И торговать Ими То есть Между вот этими Крайностями Какие шаги Нужно с вашей точки зрения Сделать Вопрос Крайне философский И вся вот Диалектика развития Общества Говорит о том Что я вообще Не сторонник Хаять Все хорошее Что было в истории Тройки безусловно Не нужны Тройки Это Правовой Беспредел И знаете Сейчас мы допущены К архивам Сейчас обнародованные Архивы Когда-то МГБ Ну тогда Это НКВД Было УГПУ Тройки Был план По По Расстрелу людей К сожалению К сожалению И Есть даже Эти известные Эти лица Кстати Вот вы забейте Очень интересно Википедии Информация Там Кавалеры Ордена Красного Знамени Это все понятно Дожившие до Сорокого года В тридцать восьмом году Дело в том Что вот у нас Я думаю Что если вот Любого гражданина Украины остановить Он его без труда Накидает Вот такой список Расстрельных Которых надо Вы знаете Вот самое И вы знаете Самое страшное Гражданин не имеет Право себе присылать В функцию суда Он не имеет права Но список Он написать Может Соседей туда включить Список он Написать может Соседей там не будет Там будут Высшие эшелоны Нашей власти И так далее И самое страшное Что я думаю Что на процентов Семьдесят Восемьдесят Этот список Будет соответствовать Справедливости Даже Не больше запросам Общества Запросы может быть Там любые Например На миллиардную зарплату А именно справедливости Как вы считаете Не доводят ли Вот такими действиями Такой безалаберности Все-таки Общество До такой кондиции Чтобы Вот эти тройки Как раз ввели И даже Несмотря на Вот эти печальные события Что попало кучу людей Под расстрел Не за что А сейчас Фактически Просто подталкивают К тому Что это Как альтернатива А что можно Предложить Кроме этого Кроме условно Вот этих самых Мега радикальных мер Которые В любом случае Будут очень иметь Негативные последствия Там явно Пострадают Там часть Возможно Невиновных Ну Как бы я Ответил На этот вопрос Вообще-то Право Это Это Воля Вот Того парламента Который сейчас Принимает Эти законы Если парламент Не будет Реагировать На запросы Общества Не будет Образно говоря Держать руку На пульсе Общества Мы можем Скатиться До Ну За правым Нигилизмом Начинается Беспредел Начинается Суд улицы Суд линча Этого допустить Нельзя То же самое Как мы Видим Те же самые Тройки Только Совершенно Правильно Мы видим Некоторые Элементы Некоторые элементы Мы видели Вот после Любая революция Это плохо Все это давно Признали Что лучше Путь реформ Нежели революции После революции Появляются Делают Воплощают Фанатики Изобретают гений А плодами Пользуются негодяи Вы помните Разграбленные дома Вы помните Без суда И следствия Людей Которых унижали Линчевали Вы это помните И кто этим занимался Такие Хунвейбины Помните Как Китай В свое время Прошел Хотя кстати Китай Сейчас только В положительном смысле Комментирую Потому что Китайцы молодцы И вот вам ответ Я подвожу Логический мостик К ответу Общество Где есть нормальная Идеология Национальная идея Нормальная Такое общество Здоровое Общество такое Способно Побороть Любую эпидемию Любой вирус Любой правовой беспредел Любой правовой беспредел Да я не призываю К исключительной мере Наказания Которое есть в Китае К расстрелу Нет С моральной точки зрения Человеческая Господь Бог Дал эту жизнь И он Может ее забрать Я Не призываю К этим исключительным Мерам Наказания Расстрелами Потому что Слава Богу Я надеюсь Что Вы ни в коем случае Не попадете В места не столь отдаленные Но вот знаете Я там был в качестве адвоката Я когда Вот Год Два Уже там Понаходился С учетом условий Которые там С учетом Восприятия мира Мне кажется Что расстрел Это более гуманная форма Нежели Содержание Такой подстражей Потому что Честно Тем более В условиях Наших Я уже Когда там находился Я уже не знал Что хуже Хуже Когда меня Содержат В таких условиях И С учетом Того Что абсолютно Беспредел И вот Эти ситуации Происходят Два года И три месяца То знаете Я уже Я уже Понимал Я уже Понимал Что расстрел Это далеко Не самое лучшее Это кстати Преступление Следствия Два года Вести дело Более лояльно Было Слава богу Ситуация Разрешилась Но я опять же Понимаю Что мой Случай Это знаете Вот то что Мне повезло Все таки Что вот Публичность Что за меня Вступилось Общество Журналисты Общественные Вот кстати Это элемент Здорового общества Да Но я понимаю Что есть люди За которых Не вступятся Я каждый Захожу Вот на сайт Службы безопасности Украины И я вот вижу Такой бред Вот в бордель Забежали Задержали Какого-то там Шпиона Который наши Эти Военно-морские секреты Вот на предприятиях В Николаеве Изучал На наших Вот предприятиях Военных Которые корабли Выпускают Которые за всю Году независимости Кроме котиров Ничего не производили Я просто Даже вот постановку Вопроса Таким нужно оправдать Свою существование Я не понимаю Борьба с пионажем Они тем самым А вот за этих людей Они же Вот кого-то Они арестовали Они посадили в тюрьму Они Документы Оборот сделали Они там Нафотографировали Вот как в моем деле Я уверен Что Принскрина с интернета Они что Этого человека посадят При здоровом обществе И при независимом Субъект Я говорю сейчас Слава богу Следствие То которое они ведут Оно Так и называется Раньше было понятие Предварительное следствие А сейчас досудебное Слава богу Независимый Разумный суд А сейчас уже есть Элементы Суда присяжных Вы уже знаете Что Областные советы Вернее Органы местного Самоуправления Советы Формируют присяжных Уважаемых граждан Общества Слава богу При нормальном Разумном суде Имеет Право судить Человек облеченный Доверием То есть человек в мантии Имеющий статус И звание судьи Тем гарантирована Независимость Это я все понимаю А все что они Изобретают Вот эти вот ребята Шныряющие по предприятиям И оправдывающим Своё бюджетное Огромное финансирование Выискивая Так называемых шпионов Да нет Ну какие шпионы Не я понимаю Если бы мы выпускали Какие-то боевые Да совершенно правильно Я бы еще мог Как-то представить И предположить Что да Возможно они кому-то нужны Например Моторсич Рабочее предприятие Условно Конечно не такие масштабы Как раньше Но теоретически Там что-то может быть Если брать наши предприятия Которые стоят В 30 лет И не выпустили Ни одного фактически корабля Я понимаю Что просто Человека ни за что взяли Ну смех все слезы И там каждый Каждый третий случай Там примерно такой И когда начинаешь разбираться А я же понимаю Я же эту систему прошел Что один год Это там Они могут себе Досудебное следствие Они могут приходить в суд И рассказывать Что вы знаете Доказательства вины есть Только они секретные Мы их не можем предоставить Совершенно правильно И суд вынужден Человека оставлять под стражей Сейчас конечно Ввели слава богу Что есть уже у судей Альтернатива То есть он может Судья Если там Слава богу Если сильно захочет То выпустить человека На другую меру пресечения Раньше вообще у него Таких полномочий не было Судья боялся Судья боялся Вынесли оправдательные приговоры Но в свое время Я частично застал этот процесс Это было при развитом Советском Союзе И закончилось при Украине Судьи избирали То есть избирали Как депутатов Громада Знающая Ну по конституции Высшая ценность Социальная ценность Это человек Человек объединен в громаду Территориальная громада Это источник власти То есть Тем самым закон Нас Стимулирует Быть социально активным Судьи избирали Избирали Действительно Если он совестливый человек Если он не хапуга Если он в быту нормальный человек Их избирали И это оправдывало Своё назначение Особенно то время Когда знаете Вот было больше справедливости Ну в свое время Статистика Верховный суд Да Наказывали за оправдательные приговоры Фронтовики После войны Были судьями Они Прошли Они видели горе Они судили справедливо Но к сожалению Нынешние некоторые Которые Как вы говорите Есть понятие ценника Не будем об этом говорить Не будем очень грустно Нагнетать ситуацию И так Хватает О чем говорить Плохом Вот К сожалению Судишь тоже Они не оторваны от народа Они есть часть этого народа Вы помните Когда-то были Благодаря прессе Расследования Сколько судей Куда путешествовали И как путешествовали Если он должен Слушать дело А взяли Слава богу Пограничная служба Не имеет права Обнародовать эту информацию Это закрытая информация Персональных данных Вы возьмите нагрузку В районном суде Или в тех же судах Которые Слушают дела Два раза в неделю Остальное время Чем они занимаются Они путешествуют То есть Есть средства Для путешествий Понимаете Вот есть и такие Есть Судьи Действительно Да я вам приведу пример Я недавно Общался Не буду говорить фамилию С одной судьей Ну Непроцессуальное общение Уже после суда Закончилось дело А я говорит Остаюсь на работе Как остаюсь на работе А я не могу Добраться Метро закрыто То есть Судья Она женщина У нее нет своей машины Она не приобрела машину Она осталась На работе Ночевать Я говорю Может подвести Нет не надо Я буду отписывать У меня очень много материала Есть и такие люди И слава богу Система жива и здорова Потому что Есть такие люди Есть Есть конечно Ну В обществе Вы понимаете Общество не есть идеальное Общество состоит из разных индивидуумов Все люди Носители своей культуры Своего образования Есть Есть Откровенные подонки Когда Обращаешься И говоришь С ним о праве А В глазах только доллары Есть и такие К сожалению Не будем говорить Если выбрать Вашу практику Именно Политических статей Это Статья Терроризм Изменной родине Территориальной целостности И так далее Это у нас 110 111 109 158 Я сейчас Наблюдаю Тоже интернет И вижу Что вот Задержали Условно СБУшники Опять Условно Какого-то блогера Который в соцсетях Публиковал информацию Что коронавирус От той страны шел Или от другой страны шел Так это ужас У нас что Цензура И его арестовали По 109 статье Ой кошмар Ну вот Я понимаю Опять же Что Эти процессы Все идут То есть фактически Вот эти политические Репрессии Достаточно было Парфиологической беседы Блогера бы вызвали И сказали Так не делай Несли бы ему Хотя бы письменное Предупреждение Раньше был такой Акт реагирования И все Зачем человека арестовали В лайтовой форме Оно все равно Как-то движется А вот ваша практика Политических статей Улучшила ситуация И вот Какая перспектива Что ожидает Эти политические дела Вы знаете Общество Общество прозревает Так же как прозревает Суд Выносящий От имени общества Именем Украины Суд выносит решение Есть уже Оправдательные приговоры И слава богу Практика Оправдательных приговоров По 258 Так называемый Терроризм Когда человек Перемещался С территории ДНР ЛНР За пенсию Его хватали Крутили Везли В тот же Житомир Это же какие Государственные средства Были потрачены А потом Когда чувствуется Что нет судебной перспективы Через Своё влияние Отправляют дело Совершенно в другой Суд Или в другую область Для чего Чтобы не было Плохой статистики Потому что там будет Оправдательный приговор Вот что делали СБУшники Через свою подконтрольную агентуру И прочее Нам не нужен Здесь В том же Житомире Раз мы уже говорим По вашему делу По моему Которую я знаю Совершенно в другую Область Уехала дело Совершенно в другую А поедут ли свидетели Потому что им Оплачивать нужно Полнота судебного процесса Уже нарушается Нет доказательств Всё построено На косвенных доказательствах Поэтому Слава Богу Что общество Прозревает Я всё-таки надеюсь Что в этой стране Должен быть Независимый суд Об этом говорит Практика Оправдательных приговоров И Мы не наблюдатели В своей стране Нам здесь жить Нам здесь воспитывать Детей И я надеюсь Что всё-таки Всё будет хорошо А вот Те органы О которых мы говорим Те же Которые Не могут себя занять Пожалуйста Вы военнослужащие В период коронавируса Разворачивайте По штату военного времени Мобилизация Разворачивайте Полевые госпиталя Я в своё время Кстати общался Это было 9 мая С начальником Медицинской службы Это очень интересно Может быть даже не в теме Ну а классически Это в теме Общественной потребности И в теме нашей передачи Начальник медслужбы Генерал Цыганок 40-й армии Которая в Афганистане была Начальник медицинской службы был Он говорил так И я это помню Вот по своей службе Он говорил Что у нас в Киевском округе военном То есть на территории Украины Войска 2-го эшелона Войска 1-го эшелона Это ГСВГ Германия ЦГВ Чехословакия СВГ Польша была ЮГВ Южная группа войск Войска 1-го эшелона Когда идут боевые действия Неважно наступление Атака Это уже военная доктрина Об этом говорить не будем Потому что эти страны Сейчас уже наши союзники Против армии вероятного противника Так вот Все раненые Все больные После 1-го эшелона Переходили куда? На Украину Это была зона 2-го эшелона Принимала Потери Были и есть Госпиталя Нашим Вот Аваков Пиарится на теме Он правильно может быть делает Нацгвардия Да я все это понимаю Да нужно выслушать Вот таких специалистов Которые уже знали Разворачивали Что такое военно-полевая Медицина катастроф Военно-полевой госпиталь Мобилизация В конце концов Даже если нас с вами мобилизуют Но благое дело Я первый возьму Дегазатор Дезактиватор Были батальоны Химической защиты Одену костюм И буду хотеть помогать В борьбе с кризисом Коронавирусом Тогда на этой позитивной ноте Закончу программу Потому что время Опять же эфира Подошло к концу Жаль Многое хотел сказать Спасибо Интересная беседа С нами в программе Был заслуженный юрист Украины Валерий Бондик Это была программа Без протоколов С вами был я и ведущий Дмитрий Василец До скорого Редактор субтитров А.Семкин